уже плоскость должна быть подготовлена выведена в идеал зашлифована и загрунтована равняйтесь больше ничего не надо конечно необходим такой аппарата на квартирах на квартирах чисто для собственного кайфа бла-бла-бла языком а нужно на деле показывать как это все происходит рассказывать можно много всего всем привет вы на канале основы ремонта и сегодня у нас будет шпаклевка два супер финишных слоя перед покраской значит что у нас по подготовке стены стенка здесь заштукатурена по маякам и нанесен первый базовый слой шпаклевки витамид lr плюс тянул я его метровым и полтора метровым шпателем выравнивал ну в принципе эту же процедуру можно сделать и правилам полторашкой двушкой там уже смотрите сами как больше нравится то есть все плоскость у нас подведена выведена все теперь нужна задача положить два тонких супер финишных слоя использовать я буду сегодня вот такой валик для нанесения шпаклевки это харди шпаклевка собственно говоря вот покажи бывший шитрок дано гипс но в принципе мне нравится как она ложится как она шлифуется не знаю почему многие говорят что уже не тот шитрок нормальная шпаклевка шпателя шторг палка шторг смысл видео заключается в том что я никогда не тянул супер финиш еще ни разу в жизни не пробовал метровым шпателем делать вот сегодня вместе с вами я как раз таки попробую до этого я вот эти два слоя наносил 600 максимум 700 шпателем но метровом ни разу не делал сейчас и тем более с палки потому что финишные слоя нужно уже практически на сдер тянуть нужно сильное давление на них оказывать ну чтоб шпаклевку хорошо протягивать палки еще ни разу не пробовал вот сегодня попробуем шпаклевку развел пожиже сделал ну давайте начнем так света в помещении много лишнего но там у меня вот стоит проявочный свет лампа лосева тоже кстати многим супер профессионалам она не заходит но ребята забывают что не все работают на люксовых объектах точнее очень малая их часть покупать себе свет за тридцатку за полтос но я считаю что это уже слишком круто поэтому лампа лосева я и вообще никак не хаю нормальная лампа просто она ультра про одна из самых ярких меня устраивает полностью к углам я не подхожу близко углы потом отдельно буду до шпаклевывать меня задача сначала накрыть плоскость поклевки надо наносить небольшое количество потому что это уже супер финиш нам не нужно здесь никакие слоя до этой процедуры супер финишного шпаклевания уже плоскость должна быть подготовлена выведена в идеал зашлифована и загрунтована равняйтесь больше ничего не надо сейчас задача просто максимально загладить поверхность на углах сейчас я не буду тратить время мне нужно накрыть плоскость площадь точнее говоря сейчас просто те люпаться с этими углами не имеет никакого смысла вот мы прошли плоскостью прошпаклевали накрыли а уже потом отдельно становитесь или напарник становится потом вы к нему в помощь и уже вдвоем все это дорабатываете отсюда собственно говоря скорость у вас и возьмется раз вы уже шпаклюете объем то не стоит отвлекаться зацикливаться на каких-то мелочах таких как угла откосах это все потом отдельно все будет делаться более внимательно кстати сопли вот эти что падают на стенку потом обязательно сейчас после нанесения нужно пройти быстренько их собрать чтобы они них не успели впитаться в основании короче работайте комментировать не очень удобно потому что теряются мысли из-за того что нужно работу основную делать но уже как есть там и заключается смысл хороших видео что не просто бла-бла-бла языком а нужно на деле показывать как это все происходит рассказывать можно много всего ну да и давлю относительно сильно потому что нам лишний слой здесь абсолютно не нужен нужно максимум делать на сдир иначе будет просто ненужный перерасход шпаклевки абсолютно никому не нужно все убираем лишнее кстати многовато шпаклевки положил на них можно чуть чуть меньше до подходов нужно делать не один видите я видео не буду обрезать специально делать какие-то там красивые кадры как это любят часто делать якобы разок провел и все четко все ровно нет вот потихонечку протягиваем смотрим на проявочный свет видно где какие полосы остаются или все как это все нам сейчас не нужно потому что шлифовать мы уже не будем мы уже будем наносить без шлифовки второй слой так здесь я вот уже попробую чуть поменьше слой нанести ну чтобы поменьше нанести соответственно просто больше надо его раскатать я думаю что здесь понятно вот другое дело меньше придется снимать смотрите совсем чуть-чуть на шпателе осталось в общем принципе метровом знаете нормально получается из палки даже короче буду теперь следующий раз не боятся брать метровый шпатель на супер финишные слоя шубка красивенько получается такая так здесь еще принцип в том что сильно тоже помогу наносить не стоит то есть большую площадь поклевка все равно как ни крути она подветривается впитывается допустим стенка у меня вот это до 10 квадратов ну пополам я примерно поделил честно нанесу до половины и уже буду стягивать важный момент все низа все убирайте весь мусор под пылесос желательно потому что потом эти мусор песчинки попадут очень неприятно работать тогда так шпателек я отсоединил вот то что остается можно переносить сразу ниже зону нашего плинтуса ровнять поэтому не страшно почему я валиком не доходил самый не стал тоже теперь шпателем все это лучше доделать вот столько я нанес но всего лишь вот столько снимаю совсем чуть-чуть ребята извините что большую часть времени каши молчу но понимаете да что когда работаешь особо болтать не хочется да и мыслей толкового не приходит вот то что по факту проясняется вылазить что я и буду вам говорить пока что все идет отлично ну для тех кто совсем плохо дружит еще пока что со шпаклевкой может кому-то будут интересные нюансы профессионалы то это в любом случае знают вот я наношу слой то себя сверху сначала стену а теперь вот этим слоем во первых когда я сверху стягивал вот вот эту часть стены вот этот отрезок где я уже заканчивалась меня шпаклевка любом случае либо при ручном нанесении либо при механическим вот такими большими шпателями где у вас место стыка в тех местах всегда мы оставляем шпаклевку на сдир в любом случае где вот у вас вы знаете что вы будете стыковаться том месте оставляйте на сдир чтобы не оставалось потом бугра в этом месте вот я щас буду тянуть и в этом месте тоже шпаклевку буду шпатель буду сильнее надавливать чтобы в этом месте не получилось наслоение еще нюансы шпатель еще нюансы вот с таким валиком он тоже ворсу ворсиночки вот эти нет нет оставляет допустим данной стене в одном месте тоже кстати и ворса отвалилась поэтому не бывает такого прям все чтобы идеально было каждой работе есть какие-то свои нюансы ворсинку это надо сразу достать и перешпаклевать это место тоже когда и вы начнете шлифовать скорее всего она вывалится и вас там останется просто ну полоска будет видно что там был волос хотя не знаю что этот валик сделан ну что-то такое пластиковая даже не могу понять ворсинки вот эти как из пластика сделаны тоненькие такие и так шпатель полежал вот еще один момент или счищайте хорошо его на шпателем или я у тряпочкой вот это место протираю потому что сейчас начнет полосить шпаклевка уже подсох а хоть и прошло буквально там несколько минут это все убираю шпатель был чистенький лезвие чистенькая было идеально иначе потянете и охренеете все основное снял впатель почистить надо лезвие и уже на финиш все протянуть не забывайте это вы смотрите сейчас на проявочный свет это она практически идеально вот это наслоение небольшое сейчас я уберу даже если она чуть останется к запах это не страшно это свет проявочный поди вообще любая мелочи все стены я прошел зашпаклевал все углы также все зашпаклевал сейчас уже второй финишный слой усложним задачу потому что сейчас стена впитываемой стены намного больше потому что она не грунтована я межслойно не грунтую шпаклевку но конкретно вот эту шпаклевку которую показывал я прошелся местами тут несколько мест было таких где наслоение было от шпателя шпатель шпатель между ними кое-где были наслоения я чуть-чуть и это подшлифовал обычным бруском и просто пыль убрал влажной губкой естественно шпаклевку я еще больше разбавил водой сделаю более жидкую потому что сохнет она конечно без грунтовки гораздо быстрее это уже слой большой лажу надо поменьше все-таки воде просто больше сейчас раскатать и все то что мне не понравилось сильно много шпаклевки на шпателе остается катаю очень аккуратно можно как бы быстрее наносить но тогда естественно быстрее больше будет она разбрызгиваться это шпаклевка тоже не есть хорошо полы у меня не застелены а так конечно да и потолки у меня уже на финиш отшлифованы поэтому сильно тут валиком не размахаться так здесь я наверное чуть чуть дальше сделаю больше метра снять успею потому что у меня здесь мешает еще этот провод поэтому до провода я думаю надо делать да конечно у кого есть без воздушку вопросов нет нанесения шикарно конечно скорость несопоставимая но есть такой один маленький момент что на квартирах с без воздушкой делать вообще ничего у вас там пару стен может будет таких где можно размахнуться а в основном остальное все будете вручную делать кто работает на больших объемах на коттеджах хотя бы потому конечно необходим такой аппарата на квартирах на квартирах чисто для собственного кайфа можно купить но найти кайф за полляма тоже такой сомнительный кайф хотя у меня в планах тоже стоит например купить безвоздушный аппарат это будет не скоро есть более глобальные проблемы и задачи жизни которые нужно решить а уже потом когда все сделал дом построил детей вырастил покупайся штукатурные аппараты шпаклевочные аппараты нет конечно никого не хочу обидеть по поводу там траты денег на такие вещи ну это дело конечно каждого я просто свое мнение высказал что допустим я занимаюсь ремонтами вот квартир мне даже моей жизни очень мало было домов коттеджи под ключ в основном это квартиры и в основном это такой обычный евро ремонт так называемый без всяких там излишеств и понтов поэтому для себя я не вижу сейчас необходимости покупать безвоздушный аппарат штукатурную станцию для штукатурки у меня компрессор и hopper кокш тоже со своей задачей справляется для шпаклевки ну для шпаклевки вот этого набора комплекта инструментов для ремонта квартирки какой-то однушки двушки трешки вполне достаточно потому что ну еще раз повторяю где где аппаратом этим размахнуться им надо тысячи квадратов шпаклевать а у вас в однушке 100 квадратов всего по стенам в двушке там 150 трешки 300 350 может все так это учитывая все плоскости всякие углы поворотики закуточки ну и куда там его использовать я не знаю так вот я уже этот момент вам говорил после того как шпателек чуть постоял я убираю тряпочкой потому что шпаклевка уже подветрилась подсохла и сейчас потяните волосы за собой на сухую шпаклевку уже залазить конечно хренов когда у вас получается такая тема покажи поближе с камеры она потом почему-то даже после шлифовки может быть видно поэтому лучше конечно не допускать таких моментиках но бывает что и не успеваешь так все самое сложное это верха мы сделали по низам уже просто шикарно работает сейчас из палки шпател сниму и вперед я думаю это будет полнейший обзор я еще не видел никого из блогера что прям так весь процесс снимал обычно это или ротом делается либо уже так какие-то фрагменты вырезаются и показывается как все красиво так ну не буду рисковать сразу по 2 метра наносить метр нанес хватит единственное здесь все равно слой на слой находит ну быть будем шлифовать это все здесь никуда все но от этого не денешься блин надо было полторашку еще взять ладно у меня сейчас время нету за ней бежать я думаю что здесь по низам и полторашечкой можно было тягануть а а вот а а а а а и а а а наносить можно и больше проэкспериментировать но я что-то на последнем слое не хочу особо экспериментировать хочу чтобы все четко получилось последний кусочек либо он хорошо получается сразу либо как первый последний блин комом на этом шпаклевка заканчивается больше слоев здесь не будет дальше идет шлифовка грунтовка и покраска видео получилось и так слишком длинным я хочу сделать отдельный видеоролик по шлифовке как я вот эту стенку зашлифую и подготовлю ее соответственно под покраску кто-то смотрел до конца ты большой молодец я конечно столько не выдержал всем спасибо за просмотр ставим палец вверх всем пока скоро увидимся